Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие родители и юных знатоков православной культуры, отрадно, что отныне и вы стали участниками конкурса «Зерно истины». Пусть ваш пример станет назидательным для нашего подрастающего поколения. И сами вы получите пользу для своих душ, ибо кто сотворит и научит, тот великим наречится в Царстве Небесном. Бог вам помощь! Команда знатоков православной культуры телевизионного клуба «Зерно истины» из родительской лиги города Бахчисарая будет отвечать сегодня, уважаемые телезрители, на ваши семь вопросов. В составе команды Валентина Петровна Гридасова, библиотекарь и экскурсовод. Анна Викторовна Хондогина, работает в Бахчисарайском дворце-музее, специалистом по учету музейных предметов, а еще вышивает иконы бисером. Власова Людмила Станиславовна воспитывает шестерых внуков, трех мальчиков и трех девочек. Галина Николаевна Горишная несет послушание свечницы в храме. Светлана Анатольевна Успенская работает на автоматизированной телефонной станции. А еще активная участница православных бесед воскресной школы «Лестница». Николай Петрович Тришкин, сотрудник вне ведомственной охраны, увлекается чтением и толкованием священного писания. Капитан команды Яников Георгий Леонидович, второж в храме, несет послушание свое в церкви иконы Божьей Матери Федоровской, города Бахчисарая, и воспитывает своих детей. Вот такая команда родительской лиги будет отвечать сегодня на ваши, уважаемые телезрители, вопросы. И первый из них выберет Валентина Петровна Гридасова. Вопрос номер два. В Древней Церкви это священодействие самостоятельно совершал каждый епископ. Однако в России с 17 века оно стало исключительной привилегией патриарха Московского. С этим, вероятно, и связано появление поговорки. Какой? Через одну минуту назовите ее время. Какого века? 17-го? Раньше это священодействие, поговорка. Какая поговорка? Патриарх стал насказка. Патриарх стал священодействие. Что-то с москвой связано. Что, если делал каждый епископ и патриарх? Раньше, с 17 века, именно, вдруг это позже. Патриарх, патриарх, мира варит. Я не знаю, насколько это было 17 века, например. А освящение? Это было. Но тут надо делать пословицу. Очень важно. Когда освящаются, пословицы. Да, какая пословица? Какие пословицы мы знаем? Одни миром мазаны. А, точно, точно. Одни миром мазаны, да. Точно. Одни миром мазаны. Причем задумывался. А при чем здесь патриарх, поговорка? Потому что патриарху дано право варить мир, для миропомазания, для таинства миропомазания, может только варить этот патриарх. Не знаю, как мы это сумеем формулировать. Поговорку. Поговорку миром мазаны. Только поговорку у нас только в мире. Одни миром мазаны. Вот так вот. Не называют это поговорку, а толкование тогда уже дальше. Уважаемые знатоки, кто же ответит на этот вопрос? На вопрос будет отвечать Валентина Гридашова. Мы думаем, что эта поговорка одним миром мазаны. И вы думаете абсолютно правильно, и счет по этому становится 1-0 в вашу пользу. Я вас поздравляю. Второй вопрос для своих друзей, для своих коллег выберет Анна Викторовна Хандогина. Вопрос номер 7. Не следует судить о человеке по происхождению или даже религиозной принадлежности. Ибо истинное достоинство лишь в нравственных качествах. А где об этом сказано в Евангелии? Время. Ну, время, если пошло время. Не судить, не судить, будешь? Нет. А где об этом сказано? В Евангелии? В Евангелии. В Евангелии. Где об этом сказано? Да, где не судить? Понимаю, что надо связать, связать свою религиозную принадлежность. Раз, то есть нет, не или на неудея. А, да. Ну, это Новый Завет. Ну, Новый Завет. Нет, нет, это не или на неудея, это апостол. Как вопрос, где об этом сказано в Евангелии? Ну, тогда единственное, что... Это Евангелие. Не знаю, мне приходит только одно, не знаю, как вам. Это поступать человеком в Севертакте, хоть, чтобы поступали с тобой, где нету... Это нравственный закон. А где это сказано в Евангелии? Ну, о нравственных... Где это сказано? Какого-то неудея. В Евангелии. В заповеди. В заповеди. В заповеди. В заповеди. В Зубе ближнего. Не следует судить человека, а его... Где это сказано в Евангелии? Не судите, да не судите. Будете это в нашей религиозной. Это в вашей религиозной. И я у вас прошу прощения, но, тем не менее, время истекло, и поэтому капитан команды Георгий Леонидович Янников скажет, кто попробует ответить на этот вопрос? Поскольку у нас ответа, скажем так, конкретного нету, наверное, придется отвечать мне на этот вопрос. Возможно, когда Господь говорил своим ученикам о том, что поступайте всегда с людьми так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Здесь нет, например, никакой принадлежности. Это именно нравственный закон, о котором говорил Господь. Но, с другой стороны, это может быть и не судите, да не судимы будете. Все Евангелие, кроме какой-то этой идеи. Пока вот так вот мы можем ответить, скажем так. Это притча о милосердном самарянине. Самарянине, да. К сожалению, не удалось вам дать правильного ответа на этот вопрос. Счет становится 1-1. Ничья. Третий вопрос для своей команды выберет Людмила Станиславовна Власова. Вопрос номер 9. Загадочный ларец. Встречаем. От сборной команды родителей знатоков из города Саки. Загадочный ларец. Подводя итог своим рассуждением о сокровищах земных и небесных, Иисус Христос сказал, «Ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше». Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. Патриарх сербский Павел замечает, «Но, к сожалению, в нашем обществе есть бедные дети, которым родители не смогли дать ничего, кроме…» Продолжите мысль патриарха Павла. Одна минута на размышление. И это лежит сейчас в загадочном ларце. «Беда, кроме денег». «Какие деньги?» «Точно». «Бедные дети, которым родители не смогли дать ничего, кроме денег». «Никаких духовных ценностей не дали». «Да, вот в чем вопрос. Где сердце ваше, там сокровище ваше». «Может быть, досрочно давать?» «Досрочно пробуем. Итак, вы просите досрочный ответ». «Если у вас есть». «Да, у вас есть еще время, не стекло 20 секунд. И если вы ответите правильно, вы заработаете дополнительную минуту обсуждения на любой другой вопрос. Слушаем вас внимательно». «На вопрос будет отвечать Анна Хандогина». «Наш ответ – деньги». «То есть, что там лежит в загадочном ларце?» «Деньги». «Деньги». «Ну что же, вы хотите знать, что там лежит на самом деле?» «Давайте откроем загадочный ларец». «Деньги». Ну и на такой радостной ноте я хочу напомнить, счет становится 2-1. Но коль уж мы заговорили о нотах, то пора объявить музыкальную перемену. «Птица певчая» – так называется песня, которую споет для вас Влада Агеенко. Свет солнечный искрится, озаряяя край родной. И мне уже не спится, манит песня за собой. Я, два крыла расправив, начинаю новый день. В путь улетаю далее, вместе с музыкой моей. Я, птица певчая, я о весне пою, и ветру встречному, и солнечному дню. Я, птица вольная, меня не удержать, всегда свободная. Я буду петь, я буду летать. Жизнь – небо глубокое и зелёная дрова, жизнь вспаханная в поле старой церкви купола. Я так люблю Россию и сильней моей любви. Лишь песни, что красиво распевают соловьи. Я, птица певчая, я о весне пою, и ветру встречному, и солнечному дню. Я, птица вольная, меня не удержать, всегда свободная. Я буду петь, я буду летать. Пусть песня разольётся океаном звонких фраз, и доброе проснётся в сердце каждого из вас. Мне тогда на судьбою свои песни вам дарить, и смело над землёю вместе с музыкой парить. Я, птица певчая, я о весне пою, и ветру встречному, и солнечному дню. Я, птица певчая, меня не удержать, всегда свободная. Я буду петь, я буду летать. Я, птица певчая, я о весне пою, и ветру встречному, и солнечному дню. Я, птица вольная, меня не удержать, всегда свободная. Я буду петь, я буду летать. А я напоминаю, счёт 2-1, и время выбрать четвёртый вопрос, а сделает это Галина Николаевна Горишная. Вопрос номер 4. Это вопрос на заданную тему, которую подготовили для вас ваши коллеги, знатоки православной культуры из родительской лиги города Симферополя и Симферопольского района. Первое облагочиние – внимание на сценическую площадку. Директор родной школы, уезжая в командировку, пригласил к себе двух заучей – зауча начальной школы и зауча старшей школы. Я выезжаю на несколько недель в командировку и с учётом важности настоящего периода поручаю вам, Елена Васильевна, организацию и контроль работы в начальной школе, а вам, Александра Викторовна, в старшей школе. Через несколько дней встречаются учителя начальной школы и старшей школы. Здравствуйте, Марина Сергеевна. Здравствуйте, Оксана Павловна. Вы чем-то огорчены? Да вот есть у нас такая проблема. С тех пор, как уехал директор, его помощница просто издевается уже над нами. То и то не так, то это не так. В общем, всё её не устраивает. То ремонт делает за свой счёт, то выходные оставляет, то сверхурочно работай. И чуть что, сразу выговор. И, в общем-то, сотрудники уже очень-очень устали от этих. Да, к сожалению, ситуация не из приятных. Но у нас как раз всё наоборот. Наш завуч очень внимательно, очень тактично в обращении с нами, очень добра. Она не позволяет себе повысить голос на нас. Мы даже метод объединения проводим за чаепитием. Слава Богу. Я вам даже завидую и хотела бы у вас работать. Пожалуйста. Может. Как вам не стыдно увиливать от работы? Стоите тут, сплетничайте. Здравствуйте. Извините, оставлю вас. Марш на работу. Нечего тут прохлаждаться. Выговор вам обеспечен. Через неделю, раньше, чем ожидалось, приезжает директор и застает такую сцену. Оксана Павловна, я вам очень благодарна. Ваши ребята удачно поработали и заработали очень много наград на Олимпиаде. Я вам очень благодарна. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, Александра Викторовна. Мне приятно работать под вашим руководством. У вас были предложения какие-то ко мне еще? Давайте обсудим с вами. Сколько можно говорить одно и то же? К ЕГЭ надо стенды закрывать, часы сверять. На две минуты отстают часы. Сколько вторять? Елена Васильевна, использовать хамство для исполнения служебных обязанностей недопустимая слабость. За такой стиль работы я вам объявляю выговор. А вы, Александра Викторовна, умеете спокойно говорить с людьми, уважаете других людей. В этом сила руководителя. Вам я объявляю благодарность. Спасибо. Уважаемые знатоки, скажите, пожалуйста, вы посмотрели нашу сценку. Какая притча Иисуса Христа лежит в ее основе? Уважаемые знатоки, у вас одна минута на размышления. Время, если хотите, можем размышлять, потому что, во-первых... Мне кажется, это о двух слухах, которые... Нет, тоже, знаете, когда придет... Да, о двух слухах. Один пьет с пьяницами, ровняет, а другой... Это два человека. Два человека. Два... Девочки, то же самое, что у нас. О двух сыновьях посланных работают... Нет, нет. Нет, о двух слухах. Потому что он вернулся раньше. Посланных виноградники. В талантах? Нет, не принявляю. Не талантах? Именно точно нет. А не талантах? Да, в талантах. А талантах тоже сначала. И в то же время слухах, которые белые, и у него успеваемость будет. То есть она приложила усилия, да, какие-то? Ну вот и завершилось время обсуждения на этот вопрос. Георгий Леонидович Янников, капитан команды. Кто попробует дать ответ? Ну, поскольку у нас тут возник спор, в общем-то, о... Какая именно притча была использована здесь, то отвечу я на этот вопрос, возьму на себя эту ответственность. Мне кажется, что это притча о талантах. О хозяине, который удалился, оставив свои, значит, определенную часть своих полномочий, как здесь нам было показано. Один приумножил это, второй нет. Ну вот так. Притча о талантах. А не могли бы вы конкретизировать, каким образом кто-либо из персонажей приумножил свои таланты? И... Старший класс. Где это видно? Ну, было, когда возвратился, там, директор, да, или как школа, да, и он похвалил, похвалил, значит, Жауча, да, первого, о том, что увеличил успеваемость и так далее. Ну вот здесь можно об этом, так сказать, помыслить. Вот. Не знаю, насколько это правильно. Ну вот так. Давайте попросим сейчас команду, которая подготовила для вас эту инсценировку, сказать, что же они, на самом деле, пытались вам показать. В основе нашей истории лежит притча Иисуса Христа о верном и злом рабе. Итак, уважаемый совет старейшин, а сегодня у нас в совете старейшин протерей Алексей Стапов, протерей Игорь Рогатенюк. Что вы скажете по поводу этого ответа? По сути, свои эти две притчи, они очень похожи друг на друга. Я бы проголосовал за команду, которая ответила, что это притча о талантах. Отец Игорь. Я согласен с отцом Алексеем и свое мнение я также обосную тем, что эти притчи вот на слух воспринимаются очень похоже. А здесь была сценка, и вот разграничить притчу о талантах и притчу о верном и злом рабе было очень трудно, поэтому я голосую за то, что засчитать. Ну, в общем, разграничить было сложно по показанной истории. А, собственно, притчи-то несколько различные. Иначе Господь бы не давал нам и одну, и другую. Не так ли? Ну что же, мы услышали сейчас версию Совета Старейшин, и право ведущего прислушаться или нет, я выбираю это право и прислушаюсь к мнению Совета Старейшина и объявляю счет 3-1 в вашу пользу. Уважаемые знатоки, я объявляю музыкальную перемену. Пряники русские для вас поет Яна Пенькова от Симферополя. Художественный руководитель Юлия Миленина. Кто придумал тот секрет, точно неизвестно. Может, бабка, может, дед сами сили тесто. Из муки и патоки выпекали пряники. Из муки и патоки выпекали пряники. Пряники русские, сладкие, мятные, к чаю ароматному угощение знатное. Пряники русские, сладкие, мятные, к чаю ароматному угощение знатное. И если холод бушевал, странников усталых, дождь и стужу согревал, к чаю самоваром, к чаю самоваром. мятные, мятные, к чаю ароматному угощение знатные. Мятные, из муки и патоки Напечем вам пряники из муки и патоки Напечем вам пряники Пряники русские, сладкие, мятные К чаю ароматному угощенье знатное Пряники русские, сладкие, мятные К чаю ароматному угощенье знатное Пряники русские, сладкие, мятные К чаю ароматному угощенье знатное Пряники русские, сладкие, мятные К чаю ароматному Угощеньки знатные Пряники русские Сладкие, мятные К чаю ароматному Угощеньки знатные И как всегда хочу напомнить счет 3-1 В пользу команды знатоков православной культуры Из родительской лиги город Бахчисарай И пятый вопрос для своей команды Выбирает сейчас Судана Анатольевна Успенская Вопрос номер 11 На какой вопрос веренные и всенародно известные Сербский старец 20-21 столетий Фадей Витовницкий В 1996 году дал такой шутливый ответ Цитата Ну да, вот сейчас заберусь на подоконник И далеко Конец цитаты Вы можете либо завершить одним словом ответ старца Либо сформулировать вопрос, который ему задали Одна минута на размышления Время Почему далеко? Далеко прыгну Ну а далеко? Далеко И далеко увижу Вопрос или давайте отметим Можно и то, и другое Давай одно хотелось Вот сейчас заберусь на подоконник И далеко И что? Вот сейчас заберусь А в чем далеко? Не было далеко слова Был И далеко все И далеко И далеко увижу Может вы спрашивали о чем-то Как вы ответите на этот вопрос Помните, какой был старец? Смиренный 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 и всенародно известно, да? Да Ну что же, попробуйте ответить на этот вопрос Далеко Я прошу сейчас только Светлану Наш общий ответ будет В заключительной фразе старца При испытании Несколько арестов Был приговорен Пособниками фашистов К смерти От которой Его уберег Сам господь Через ангела В конце жизни Ему довелось сутками Порой без сна Принимать людей Которые целыми Автобусами Приезжали к нему Многих интересовало Является ли он прозорливым Ему задавали такой вопрос Прозорлив ли он? Может ли он предвидеть будущее? И вот однажды он так и ответил Ну да Вот сейчас заберусь на подоконник И далеко все увижу Здорово 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 Старец был не только прозорливым Но и достаточно с юмором Он радовался жизни Ибо эту радость Жизни Божией Заповедал нам всем Сам Господь Счет становится 4-1 Вашу пользу Уважаемые телезрители Сейчас перед вами на экране Турнирная таблица Нашей родительской лиги Знатого православной культуры Из которой явствует Что сейчас Пока только одна команда Сыграла со счетом 6-1 Это команда Из города Симферополя Таврическая гимназия Номер 20 Имени свидетеля Луки Очень скоро мы узнаем Удастся ли знатокам Из Бахчисара Из родительской лиги Из знатоков Православной культуры Догнать Симферопольцев Шестой вопрос Для своей команды Выбирает Николай Петрович Тришкин Вопрос номер 1 Ирина Богатырева из города Ялта Является автором этого вопроса Человечество пользуется Различными календарями Среди них Лунные Римские Солнечные Тропические Еврейские Луно-Солнечные Либо их сочетания Какое же сочетание Из перечисленных Календарей На сегодняшний день Использует Русская православная церковь Живущая Как известно По юлианскому Календарю Время Одна минута Лунный и солнечные Лунный Потому что вычисляется Пасха И солнечные И богослужения Русская православная церковь Значит два варианта Ответа русских Лунный и солнечные Не римский Не два Это один вариант А сколько календарей Римский Тропический А зачем Римский Еврейский Римский Солнечный Римский Солнечный Солнечный Тропический Тропический И лунный Римский Солнечный Еврейский Тропический Лунный Да Мы пользуемся лунным Потому что Лунным понятно Лунным С лунным Ясно Это правильно А вот Солнечный Или римский Солнечный Солнечный Разве пользуется Римский А что вы пользуем Римский Римский Зачем Римский Если Римский Мы назовем Григорианский Календарь То мы тоже пользуемся И григориан Значит, Римский и Солнечный, и Лунинг. Нет, а вот и Юлинасткий, и Григорианский. Тут нету, нету ни Григорианска, ни Юлианстка. Минута для обсуждения завершена. Георгий Леонидович Янников, капитан команды, кто ответит на этот вопрос? Конечно, если у вас будет ответ. Ответ у нас, по крайней мере, должен быть. И его даст Николай. Наша команда думает, что это лунный календарь и солнечный. То есть мы ориентируемся по Солнцу. И календарь составляем на основе его, движения Солнца. Для измерения времени и составления календаря может служить любое явление природы. Если оно равномерно и периодически меняется. Смена дней и ночи, смена фаз Луны, времени года и так далее. Все эти явления связаны с определенными астрономическими объектами. В книге Бытия читаем. Цитата. «И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для времен дней годов. И создал Бог два светила великие. Светила большое для управления днем. И светила меньшее для управления ночью и звезды». Книга Бытия, 1 глава, 14-16 стих. Юлианский календарь, которым пользуется православная русская церковь, составлен как раз с учетом трех основных астрономических объектов Солнца, Луны и звезд. Это дает основание считать его подлинно библейским календарем. Таким образом, правильный ответ. Юлианский календарь сочетает принципы двух календарей. Лунного, точнее лунно-солнечного и римского солнечного. Я поздравляю вас все-таки с правильным ответом на этот вопрос. Счет становится 5-1. И седьмой вопрос для своей команды выбирает сейчас капитан Георгий Леонидович Янников. Вопрос номер 6. С момента своего основания Синайский монастырь, как известно, ни разу не был завоеван и разорен. В нем находятся величайшие святыни, глава и десница святой великомученцы Екатерины, икона Божьей Матери Алтарница, неопалимая купина, терновый кустец, которого Господь беседовал с Моисеем в часовне, огромное собрание икон там же пребывает, рукописи, манускриптов. В прежние века в монастырских лабиринтах можно было встретить указатель со стрелкой «Лечебница души». Автор книги «Священный Синай» Валерия Алфеева замечает, «Жаль, что в юности моей не попался на моем пути такой указатель к хранилищу всеисцеляющей мудрости». Конец цитаты. Как же называется помещение в монастыре, которому указывал путь этот указатель? Подсказку хотите? Конечно. Небольшое подобие этого есть и в школе, которую посещают ваши дети, ваши школьники. Я напоминаю телезрителям, что у нас сегодня за конкурсным столом родители юных снатоков православной культуры. У вас минута на обсуждение. Как это? Что названо? Я уже забыла. Лечебница души, указательная лечебница. Лечебница души. Лечебница души. Что у нас в библиотеке? В монастыре. И у нас где детки поделить. В монастыре или лечебница души это келья может быть закрытая. Ну тогда может быть класс. Это не подчерница души. Поддобие. Поддобие. Да, не точь в точь, что передается, а именно подобие. А что у детей? Класс. Класс. Да, если у келья, то такая класс. Ну, в чем не знания даются. Где даются знания, где... А как они знают? Кабинет директора. Лечебница души. Кабинет директора, да. Поддобие. Нет, если в школе, то со школы все-таки надо тогда понять, что там. Что там? Лечебница души. Еще в детской школе. Класс, библиотека. Я так понимаю. Кабинет, медсестры. Класс или библиотека? Библиотека. Да, скорее библиотека. Жаль, что не было такого указателя, он сказал. Спортзал? Нет. Нет, вот именно... Скорее себе библиотека. Ну, библиотека, но православная. Ваше время стекло. Капитан команды Георгий Леонидович Янников. Кто попробует ответить на этот вопрос? На вопрос, наверное, придется отвечать мне, потому как у нас нет, может быть, общего мнения. Мы пришли к такому ответу, что... Но у вас, как у капитана, все-таки оно есть. Да, да, есть, и я буду отвечать на него, потому как мы решили, что, возможно, это была библиотека духовной литературы, которая могла находиться в монастыре, где можно было это и получить лечение души. Ну и подобные библиотеки существуют, школа, где обучаются дети. Наш ответ таков. Библиотека. Большая часть из них на греческом, остальной арабском, копском, сирийском и даже славянских языках. Там их всего три тысячи. Такое количество можно сравнить только с аналогичным помещением в Ватикане. И все это находится в монастыре Святой Екатерине, в монастырской библиотеке. 6-1 в вашу пользу. Ну что же, действительно, турнирная таблица сейчас свидетельствует, что в нашем финале команд родительской лиги появился второй лидер. Уважаемые телезрители, на этом все вопросы, которые вы прислали к нам и мы отобрали на сегодняшнюю передачу, завершены. А это значит, что наши знатоки по-прежнему ждут ваших новых писем с вашими новыми заданиями, которые вы можете прислать к нам по адресу. Российская Федерация, Республика Крым, город Симперополь, почтовый индекс 295-011, улица Героев Аджимушкаев-9-11. А наш интернет-ресурс www.snotok.artox.ru поможет вам не только в составлении новых вопросов, но и в подготовке своих команд к участию в нашем конкурсе. Конкурсе знатоков православной культуры «Зерно истины». Ангела-хранителя всем вам, и мы надеемся, что наша передача будет способствовать тому, что эту духовную традицию нашего великого духовного наследия православной веры будут все больше и больше изучать не только в школах, в высших учебных заведениях, но также и дома, собравшись в воскресный день после богослужения за круглым семейным столом. Мы откроем закон Божий для семейного чтения и сможем вместе со своими детьми, а может быть, кто-то и с внуками, пообщаться на самые главные темы, которые есть в нашей жизни, на тему спасения души и жизни вечной. Ангела-хранителя всем вам, до новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин